Общий шалом! Сегодня специальный выпуск на канале Экономисты на час. Сегодня мы будем обсуждать с нашим гостем проблемы и ситуации, которые могут возникнуть с каждым из нас при походе в банк. Сегодня у меня в гостях Анна, специалист банковского сектора. Расскажи, пожалуйста, что может случиться с деньгами человека, который пришел просто открыть вклад? Самое простое, что ему откроют не вклад, а продукт, который называется инвестиционное страхование жизни. ИСЖ. Но человек даже не узнает, что он открыл. Некоторые люди настолько не читают, что подписывают, что он будет до конца срока вклада думать, что это вклад на самом деле. Ну вот первая группа риска, это те, кто не прочитал просто договор. Ну и, соответственно, фактически, да, с моделем. Человек пришел и говорит, я хочу открыть вклад в мои деньги. Да, то есть со слов менеджера. Вы знаете, у нас есть такой продукт, как вклад. Он не называет это именно страхованием жизни, потому что страховка людей отпугивает. Как вклад. Но доходность по этому вкладу будет не 8%, как у нас сейчас, а 40%. Человек сразу задается резонный вопрос. А в чем тогда подвох? А некоторые, да. Круто открываем. Спасибо, вы классный. До свидания. Да, в худшем случае задаст вопрос. А в чем подвох? Да подвоха никакого нет. Это, по сути, тот же вклад. Единственное, что он открывается не на год, как вы хотели, а на 3 года. Или 5. Или 5. А если человек начинает сопротивляться что-то типа, я же хотел на год, мне через год эти деньги срочно понадобятся. Ничего страшного, Иван Иванович. Через год вы их тоже заберете. Ну, получите вы не 40%, а 20%. Ну, какая разница по сравнению с 8%, которые банк по вкладам предлагает? Он говорит, неправда, потому что по условиям этого полиса при досрочном расторжении человек платит неустойку в размере 20% от своей суммы. То есть не то, что не получит доход, он еще и свои деньги потеряет. Но об этом он узнает только через год. Ну, фактически, мы имеем то, что человек пришел открыть вклад, открыл инвестиционное страхование жизни, договор не прочитал, ушел домой, протрезвел, почитал, пришел к менеджеру, скажем, через 3 дня, например, и говорит, давайте возвращайте деньги. Мы можем ему деньги вернуть, мы обязаны эти деньги вернуть, но придут они только, дай Бог, через 10 рабочих дней. Через 10 дней. Да, если заявление куда-нибудь не потеряется. Отлично. Но если, я знаю, что там есть еще этот минимальный срок, там 10 дней, за который он должен прийти, если он приходит после, то что происходит? Ну, извините, можем вам вернуть, но не всю сумму, а с вычетом неустойки. Штраф. Собственно, который также прописан в договоре, который он не прочитал. Вот первая группа риска. Соответственно, то, что человек может получить, не прочитав договор, это будет не вклад, и он, соответственно, может и денег потерять. Но, хорошо, это такое, так скажем, даже не мошенничество, а, скорее всего, просто нечестная игра, но если говорить действительно о каких-то, может быть, даже, ну, не о криминале жестком, но о финансовых манипуляциях, которые может сделать обычный менеджер, который сидит и принимает вклад, скажем, ну, там, даже не от меня, там, но от какой-нибудь бабушки, которая пришла, вот у нее там, последние деньги, что может произойти? Бабушек довольно легко обманывать, ну, как обманывать, да, вводить в заблуждение. В общем, смысл в чем? Бабушке параллельно со вкладом открывается дистанционное банковское обслуживание, ну, грубо говоря, интернет-банк, да, онлайн-банк, он как-то по-разному в каждом банке. А бабушка сразу как планшет дает свой установить или что бабушка? Нет, она даже не узнает, что у нее этот интернет-банк открыт, потому что бабушке в 90 лет, они не пользуются интернетом, в основном, да, это им особо не нужно. А сейчас это даже мобильным телефоном? Даже мобильным телефоном, да, и тем более, если мобильным телефоном, это намного легче сделать, то есть, интернет-банк, он же привязывается к телефону, да, если бабушка свой телефон не дает, можно чей-то другой ввести, например, свой, и всю информацию... И вообще просто иметь сим-карту, которая продается по 100 рублей в переходе. Да, и всю информацию, соответственно, получать на этот телефон. Соответственно, что мы имеем? Имеем бабушкин вклад, открытое дистанционно-банковское обслуживание, липовую сим-карту. Фактически человек, который оформлял этот вклад, у него вот есть телефон, в котором есть это левая симка, он зарегистрировался как бабушка, а бабушка деньги оставила и ушла на год. Спасибо, до свидания, да. И он сидит, ага, и что он делает? Открывают пенсионную карту, которая для пенсионеров выпускается бесплатно и в течение недели. Опять же, смысл в чем? Бэк-офисы в банках работают не так, как они должны работать по регламенту, да? То есть, менеджеры этим пользуются. Ну, например, все подписи на договорах, заявлениях и прочее, которые отправляются в бэк-офис, они должны сверяться с паспортом. Этого не делается. Всем абсолютно наплевать, кто расписался и за что расписался. Ну, у менеджера есть копия паспорта, скан паспорта. Да, то есть, с копией паспорта спокойно какую-то закорючку похожую поставить можно, это никто не проверит, пока какая-то сложная ситуация не всплывет, да? Это во-первых. Во-вторых, когда карта выпускается, бэк-офис должен перед активацией карты принять фотографию, где человек эту карту в руках держит. То есть, фактически, я пришел получать карту, я сфотографировали, и сфотографировали. Да, что вы, на самом деле, это вы получили карту. И менеджер отправляет в бэк-офис. В бэк-офис, да. После того, как бэк-офис проверит, что этот человек на самом деле тот, кто в паспорте указан, и что он держит карту в руках, он на самом деле ее получил, хочет ей пользоваться, после этого только карта активируется. Но в действительности как происходит? Этого не делается, можно хоть собственные пятки сфотографировать, отправить, да. Никто не проверит, опять же, проверят только если бабушка обратится там, да, с претензией и прочее. Вот. Фактически, значит, менеджер, имея сим-карту, зарегистрировался, он как бабушка, выпустил себе карту на бабушку, а так как он сам работает, он сам ее и выдал себе, да? Да. Везде-везде расписался. И что он же, это не просто для коллекции сделал, что он делает с этим всем набором? Активирует карту, соответственно, через интернет-банк в каком-нибудь кафе, через Wi-Fi переводит деньги со вклада на эту карту, то есть закрывает вклад дистанционно, это тоже можно делать, да. Опять же, косяк бэк-офиса, кто угодно может этот вклад закрыть. То есть переводит вклад на карту, идет и снимает деньги. Все. Бабушка об этом не узнает, потому что она свой телефон не привязала ни ко вкладу, ни к интернет-банку, ни к чему. А так бы ей пришло сообщение. Внимание, вклад закрыт, внимание, поступили деньги на карту, да, и деньги с карты списаны. Бабушка об этом ни с том, ни духом. На фронте об этом никто не узнает, потому что всем абсолютно нам плевать, да, никто не следит за документами, за картами тем более. Вот. А у тебя на руках остается карта, где бабушке миллион. Идешь, снимаешь и тратишь. Ну, это даже и там 100 тысяч тоже. Да 100 тысяч, конечно, если таких бабушек, опять же, 10, то вот вам и миллион. Фактически мы сейчас говорим о группе риска, не только бабушках, а о людях, которые по той или иной причине не желают оставлять свой номер телефона. В этой ситуации что можно сделать? Да здесь даже читать договор не поможет, потому что этот договор тебе никто в руки не даст. То есть ДБО не обязательно подписано, чтобы было клиенту. Что нужно делать? Привязывать в свой телефон, да, не бояться, что будет приходить какая-то реклама. От рекламы можно отказаться отдельно. Ты хотя бы будешь знать, что у тебя творится со вкладом. Это, во-первых. Во-вторых, все-таки подключать дистанционное банковское обслуживание. Оно сейчас в банках бесплатное, но зато в любой момент с телефона зашло в приложение, да, и посмотрел. Есть у тебя деньги на счету, сколько и что с ними происходит? Если, не дай бог, случилась такая ситуация с вашей бабушкой, или, не дай бог, с взрослым человеком, которому мы известны, или с вами, то, что нужно сделать, это писать заявление о том, что вы никогда не пользовались интернет-банком, не знаете, что такое, нигде не расписывались. После этого будет внутреннее расследование в банке, подпишется в основу безопасности, будет с вами беседовать, давить на то, что все-таки это ты забрал деньги. Ну, вы идете параллельно, пишете заявление в следственном кабинете, ну, просто в полиции, и на фоне этого они делают уже экспертизу по вашим подписям, и все тихо-мирно. До суда дела не доходят обычно, деньги возвращаются. Банк заинтересован в регулировании этого конфликта. Желательно еще, конечно, на банки.ру обратиться. Обращайтесь на портал банки.ру, оставляйте комментарии, отзывы об определенной банке, которая вам не понравилась обслуживания. Банки быстро реагируют, можно написать также письмо счастья на центральный банк, на их сайте тоже есть форма обратной связи, они очень быстро реагируют, если проблемы складываются с тем или иным банком. Ну, а продолжаю разговор о группах риска людей, которые попадаются на что-то, и непосредственно об инструментах. Если мы разобрали вклад, что вместо него можно получить другой вообще продукт, потерять на этом деньги, и даже размещая вклад, можно деньги потерять, есть еще такой продукт, как кредит. Люди часто берут себе кредит, либо кредитные карты. Какие риски переплатить или, не знаю, потерять деньги? Какой-то может быть обман, который непосредственно не зависит от банка, а, например, от группы лиц, либо от одного менеджера? Проблема в том, что человек переплатит за то, что он не получил в итоге. То есть клиенту нужно 100 тысяч рублей, он даже не узнает, что заявка была заведена не на 100 тысяч, а на 110, например. Да, то есть он уже на руки получит сумму меньше, чем ту, за которую он будет потом в дальнейшем платить банку. Это, во-первых. Во-вторых, ну, про страховки, которые навязывают, это, наверное, не интересно. Естественно, да, то есть это понятно. Ну, вот здесь, тут имеется в виду, человек пришел и хочет получить 100 тысяч рублей. Да. Менеджер заводит заявку на 110 тысяч рублей. 110 тысяч. Но в договоре 110 будет. В договоре будет 110. Но опять же человек спросит там, а что это такое? Да, вы знаете, для нужд банка они завышают сумму кредита. На самом деле вы же на руки получите 100 тысяч. Он такой, ну да, я на руки получу 100. Вот видите, вот тут вот там в расходном ордере написано, что вы на руки получаете 100 тысяч. То есть все в порядке, да, человек успокаивается. Дальше, помимо кредитного договора, который... Ну, в договоре 110. В договоре 110. И платить им проценты будет со 110 тысяч. Но это можно красиво завуалировать. Это, во-первых... И есть реально люди, которые вот так ведутся? Я не знаю, что это слово. Конечно, они не ведутся, они просто, опять же, не читают договор. То есть хитрость менеджера состоит в чем? Что на выдаче, во-первых, быстрее я тороплюсь, мне некогда, дайте мне мои деньги. Во-вторых, вот такая вот пачка бумаги, которую нужно подписать в 10-20 экземплярах. Человек, не глядя, просто вот так вот берет и подписывает, подписывает подряд. Идет с этими деньгами в кассу, получает там, соответственно, свои 100 тысяч и... А 10 кто получает? Менеджер. То есть, мягко говоря, это можно сделать просто переводом на любой текущий счет платежное поручение, которое подписал клиент, да, у нас уже есть. Либо на эти деньги купить страховок, опять же, коробочное страхование. Мы говорим о выполнении плана. Да. И фактически человек все равно вместо сейкипы подпишет, что да, он покупает эти 10 страховок, и менеджер получает план, либо получает 10 тысяч рублей. Не читая договор, вы кормите либо банк, либо определенного какого-то человека. Соответственно, на твоей практике за подобные мошенничества кто-то был привлечен? Самое худшее, что было, это клиент пришел через пару дней, прочитал, опять же, документы, да, или кто-то за него прочитал. Женщина начала скандалить, какие страховки, я на руки ничего не получала, мне эти коробки не нужны и прочее. Написала жалобу в письменном виде, это вот она зря сделала, то есть копию жалобы этой она не взяла. То есть я сказала, что рассмотрение будет этой жалобы происходить в течение 30 дней, до свидания. Через 30 дней она пришла, где ответ на жалобу? Какую жалобу? Я вам оставляла, ничего вы мне не оставляли. Докажите, да, копии нет, моей подписи нет, что я приняла таким-то числом эту жалобу. Извините, до свидания. Вы не читаете свой договор и не знают о своих правах. Фактически то, что надо было делать, действительно писать жалобу, получать копию о том, что она принята с синей печатью банка, и писать на портале каком, в банке.ру или в Центральный банк. Сейчас мы обсудили фактически ситуацию, когда человек все-таки может сделать определенные шаги, чтобы эти вернуть либо страховки, либо деньги, либо не платить за эти деньги, которые он не получил. Ну а есть ли такие ситуации, когда человек платит не банку, а вот конкретно в карман конкретного менеджера? Была одна схема, девочка по ней работала довольно успешно, достаточно долгое время в одном банке. А смысл в чем? Человек, когда получает кредит, ему предлагалось открыть вклад, на который можно оставить 2-3 платежа ежемесячных. На тот случай, если там форс-мажор будет что-то случиться, не сможет оплатить. Обязательно? Не обязательно, пожелание. Нет, пожелание. Если вы хотите, вы можете. Я беру кредит, а Мэр говорит, слушайте, у вас выплаты 10 тысяч. Вот на этом вкладе ставьте 20, он специальный вклад, да? И что будет? Автоматически мы эти деньги спишем в счет погашения кредита через месяц. Платежное поручение длительное делается. Вот, соответственно, человек такой классный, давайте откроем, открывает этот вклад. Ну, действительно удобно. Да, и благополучно о нем забывает. То есть спокойно платит по кредиту, и все у него хорошо. Менеджер отслеживал такие вклады, которые были нетронутые по полгода, закрывал их и делал перевод денег на счет своей мамы. Просто текущий счет. Мама приходила, здрасте. Присубленный семейный синдикат отработал. Мама приходила, здрасте, в кассу дайте денег, и все. Класс. Вот эту историю лично я слышу первый раз, и не было ее ни в массах, ни в СМИ, поэтому никто не застрахован от того, что нечто подобное происходит сейчас в одном из известных или неизвестных банков. Спасибо тебе большое за такие познавательные истории. Я надеюсь, что те, кто смотрит мой канал и смотрит наш сегодняшний выпуск, сделают определенные выводы, будут внимательнее читать договор, который получают банки, будут внимательнее к тому, что подписывают, и будут... отстаивать свои права для начала, да, громко. Большое спасибо, что пришла, спасибо, что нас смотрели. До следующей, следующей выпуске. Подписывайтесь на канал. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok